Ребенку 4 года. Он до сих пор не говорит. Врачи проверили, это не аутизм. Очень тихий ребенок. Что это может быть? Какая причина? Ушагом 4 ящика, в Уджуна-Геддар данный швыр, хачем-ляр-ону, йоклама-данчетчереплер, ама аутизм дейль. Врачи проверили, это не аутизм. Дело в том, что здесь очень важен, на мой взгляд, вопрос именно терминологии. То, что раньше называлось аутизм, сейчас это может называться как угодно. Расстройство аутистического спектра, ставание в развитии, как угодно. Но суть от этого не меняется. Например, инкишафы, 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 но основная проблема здесь не изменится. Ады изменится. С точки зрения любого специалиста понятно, что если ребенок не соответствует своим возрастным нормам. Ага, если вы, выражаетесь, 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 выражаетесь. Это не нормально и этому есть какая-то причина. С точки зрения нашего опыта, причина в развитии любого и у детей, и у подростков, она заключается в том, что есть какие-то органические поражения тела, органические поражения центральной нервной системы. Инкишафы, инкишафы, органические поражения, органические поражения изменятся. Вот, и это, собственно, ответ на вопрос, что... Элэ, это, собственно, ответ на вопрос, что... С одной стороны, конечно же, нельзя говорить абстрактно ребенка, которого не видишь, но... В обычной ситуации, таков бы не должно. Ребенок четыре года, он должен уже говорить. Амма дегер тарэфден, ушагин, агер 4-яши варса, о, артыг, мутлэк шэкилдэ данышмалады. Нечко ола билар, ки 4-яши вар и данышмар. Проблем варку. Да, и вопрос в терминологии, что это? Это, на наш взгляд, вторично, потому что важно не как это назвать, как сделать так... Терминология, бақсақ, ки, buna нэ ад веряк, бу, бисим чиньи дэлэк-элэ бир меселады. Эсас меселады, бина ад вермэкден нетмир, сөхбет. Я вот сейчас подумал о том, что, как многим известно, мы с Юсефой стали заниматься вопросами помощи особым детям. В следствии того, что... В следствии того, что у нас возникла необходимость помощи в развитии нашим собственным детям. В результате того, что делала Юсефа, и в шесть они пошли уже в школу. Да, мы многое тоже прошли. И делали проверки слуха детям, потому что, прежде всего, надо определить, а слышит ребенок или нет. Ага. Да, дочь из-за оставания в речевом развитии ее собирались оставить в садике на второй год обучение, сына уже направили официально в систему спец образования. Вот, и нам с Божью помощи усилиями Юсефа и немножечко Давида удалось это изменить. И достигли замечательных результатов. Дочка, которая сейчас уже 20 лет, она сама уже учится на учителе младши классов. Отк о, о, учитель младши классов. И у нас есть учитель младши классов. А сын, которого направили систему спец образования, он... Хусуси мэктэбдэ тэссил алиб. Закончил. Хусуси мэктэбдэ тэссил алиб. Первый класс был награжден как лучший ученик школы. Первый класс. Первый класс. И у нас на нашем канале есть видеозапис. В этом ерконе, он ученик, он ученик, он ученик, он ученик, он ученик. Вот это пример того, как тяжелая, безвыходная вроде ситуация может измениться, никакой счастливой развития в результате может быть.